В ожоговом отделении Бресской областной больницы с диагнозом обморожения сегодня проходит лечение три пациента, пострадавших из-за лютых морозов. Мужчины вовремя обратились в медицинское учреждение и получили помощь, вследствие которой ампутации конечностей избежать удалось. Все три пациента в возрасте 45-58 лет. Отморожение они получили конечности, стопы у всех трех пациентов. И как ни грустно, но это все произошло в состоянии алкогольного опьянения. Кисти рук, стопы, кончик носа, уши и щеки. Пострадать может любой незащищенный участок тела. Обморожению способствует минусовая температура, холодный ветер, тесная и мокрая одежда и обувь. Как распознать угрозу и почему жертвой может стать каждый? У нас даже была девочка 15 лет, которая на остановке долго стояла в старых сапогах. Они промокли у нее, ей пришлось 30 минут постоять. Она получила отморожение двух пальчиков на стопах, пятый, четвертый пальцы, но легкой степени, первой, второй степени. Сразу же обратились к нам. Она пришла домой. У нее появилась отечность в этой области, жжение, парастезии, болезненность. Они сразу же родители перевезли ее к нам в отделение. И мы оказали ей первую медицинскую помощь – это согревание, это теплое питье, это введение специальных препаратов, которые улучшают микроциркуляцию, кровообращение, которые разжижают кровь, препятствуют образованию тромбов. И если вовремя, вовремя все сделать, ввести лекарственные препараты специальные и специальным путем введения, мы иногда спасаем даже ноги, не говоря уже о пальчиках. Различают несколько степеней обморожения, однако врачи говорят, что возможность обойтись без ампутации конечности есть всегда. Главное при первых признаках и симптомах травмы обратиться к врачу. Самолечение в данном случае может не только усугубить ситуацию, но и сделать человека инвалидом. Даже бывает, когда пациенты приезжают к нам с начинающейся третьей степени, но вовремя, вовремя мы помогаем им значимо. Что значит вовремя? Не надо сидеть дома, не надо согреваться дома, как только вы заметили какую-то проблему, боли в руках. Может быть это и не будет отморожением, приедьте лучше к нам, мы посмотрим. Мы начнем согревать правильно, согревать надо сухим теплом, постепенно, а не в горячую воду, чтобы это все еще и горячей водой травму получить. За окном весна сражается с зимой за то, чтобы вовремя вступить в свои права. Пока победителя определить трудно, а потому обязательные атрибуты в морозную погоду – перчатки, шапку, шарф и теплую обувь – пока прятать не стоит. Они защитят открытые участки кожи от холода, а значит и от возможности в первые весенние дни получить диагноз обморожения.